Добрый день, Республика! Добро пожаловать в самый прекрасный город на земле, город женщин. И в это морозное январское утро с вами буду я, Мария Павлова. Самые разные темы мы поднимаем в этой студии, но самое главное, к которой мы всегда возвращаемся, это наши дети. Их развитие и воспитание – приоритетная задача каждого родителя. Именно об этом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. У нас в студии будут и педагоги, и родители, и мнение детей услышим. В общем, подходите ближе к экранам. Всем доброго дня, мы начинаем! А вы знали, что человеческий мозг ничем не отличается от нашего тела и способен к умственным тренировкам и наращиванию мыслительных мускулов? В этом случае шахматы – это универсальный и очень эффективный инструмент. Игра в шахматы воздействует сразу на два полушария и заставляет использовать серое вещество по максимуму. И я спешу пригласить сюда наших первых гостей, которые о шахматах знают все. Проходите, пожалуйста. Это Роман Ганжуров, директор шахматной гимназии, старший тренер юношеской сборной республики, мастер Фиде, со своими воспитанниками. Так, ближе ко мне. Это Артур Васильев, обладатель первого спортивного разряда по шахматам, двукратный победитель первенства Дальнего Востока, многократный победитель республиканских первенств. Привет, Артур. И рядом с ним Арсений Чумаевский, кандидат в мастера спорта, победитель и призер международных российских и республиканских соревнований. Сколько у вас титулов, ребята? Возьмите, пожалуйста, микрофончики. Здравствуйте, Роман Владимирович. Давайте с вас начнем. С какого возраста и почему ребенку лучше начинать заниматься шахматы? Шахматами можно начинать заниматься в любом возрасте. Конечно, чем раньше, тем лучше, потому что чем раньше начинаем развивать ребенка, тем он больше может перспектив в себе открыть. У него больше времени и мозг более восприимчив. А в вашей практике? Ну, в той практике, которая заведена была нами уже лет 7, с того момента, как я работаю, брали детей с 5 лет, в основном так, в среднем. Конечно, и более старших брали. Ну, и еще при этом, при индивидуальном подходе можно посмотреть и более младший возраст, 4-летних. Даже вот сейчас у нас в шахматной гимназии 3-летняя девочка занимается. Ничего себе! Они только-только научились говорить, уже в шахматы играют, да? Да. Ничего себе! А вот, а как понять, тем более вот среди таких маленьких, понять, что вот есть склонность и талант к шахматам или нет? Как понять? Ну, в первую очередь, конечно, склонность к шахматам, это если есть интерес, проявился интерес к фигуркам, к ходам, вот к такого типа играм, уже можно, надо пробовать плавно, в игровой форме, со сказок, с небольших рассказов, начинать доносить премудрости игры. И в дальнейшем в игровой форме у шахматы чем хорошо, это игра, и детей все равно в любом случае это увлекает, и при правильном подходе ребенок хочет играть. А вот в каком возрасте они начинают, вот если вот с трехлетнего начинать, да в каком возрасте они уже начинают там сознательно делать там ходы первые, вот чтобы вот именно правильно? Вот, например, я своему трехлетнему ребенку показываю, да, у нас конь может ускакать там куда-нибудь, слон может идти там тоже в другую сторону. В этих вопросах, как в целом в педагогике, действует принцип от простого к сложному. В шахматах достаточно объемные правила, и требуется время, чтобы все полностью освоить, поэтому можно дозированно давать самых простейших фигур, поочередно знакомясь с каждой фигурой. И главное, захватить внимание ребенка, потому что самое сложное, вот если мы говорим о младшем возрасте, это концентрировать внимание ребенку, сосредоточиться на решении его определенной задачи. И если это удается, захватить внимание, это уже большое достижение, дальше будет легче. А как же их вот увлечь, у вас наверняка есть какие-то методики, да, вот в первый год его обучения ему как нужно играть, ну как тренироваться там, ну... Да. Вот как раз этот принцип от простого к сложному, то, что по одной фигуре изучаем ходы, и вместе с тем, что изучаем ходы, уже можно показывать некоторые приемы, там, нападение, двойной удар, защита. Такие простые приемы можно осваивать, даже не зная еще всех ходов фигур. Плюс игровая форма, можно в упрощенной форме давать уже игры с первых же занятий. И это очень влекает детей. И в первый год тренировок, занятий, в турнирах ему уже можно участвовать? Да, да, у нас, как правило, обучающиеся первого года плавно подводятся к турнирам. Тут стоит еще отметить то, что шахматы, ведь они не только как спорт, как соревнования, да, рассматриваются, они в целом полезны для развития, как вы сами сказали, да, обоих полушарий для способности ребенка. Поэтому можно шахматами заниматься без упора на спортивные достижения, именно для развития для себя. А те, кто увлечен, они могут заниматься уже спортивным направлением более часто. Но тем не менее, у вас в школе, я знаю, много воспитанников, у которых много побед. Немножко расскажите о своих детях. А вот присутствуют у нас, можно сказать, одни из самых титулованных воспитанников Арсений Чумаевский. Мы занимаемся с Арсением уже 7 лет, да. Кандидат в мастера стал, выигрывал и республиканские соревнования даже на взрослом уровне. Вот совсем недавно была победа, да, в мемориале Наумова, уверенная. При этом и международное соревнование Moscow Open первое место в 2018 году, в 2019-м второе. Участник высшей лиги первенства России. Артур также, во-первых, в достаточно юном возрасте выполнил первый спортивный разряд. Показывает стабильные результаты на детских соревнованиях по республике, по Дальнему Востоку. Вот, ребят, я хочу у вас спросить. Арсений, ты, получается, уже 7 лет только у Романа Владимировича, да, занимаешься. Это, получается, с 6 лет. Да тебе же 13 сейчас, да? Да, мне 13. Почему ты выбрал шахматы, как ты пришел? Ну, в 5 лет мне подарили шахматы знакомые моей бабушки. И, ну, мы сыграли в партию шахматы, и мне понравилась эта игра, и бабушка решила меня вводить на шахматы. Какая бабушка! Молодец! Спасибо ей, да? Ага. Артур, а ты, как ты, почему ты выбрал шахматы, там, не футбол, там, не знаю, что это? Ну, это в детском саду, то есть, там моя воспитательница Александра Васильевна, ну, то есть, там узнали, что я могу шахматы играть. Потом меня отнесли Мария Васильевна, а потом Гаврилев, Гаврилев, Вячеслав. Вячеслав Артюмевич Гаврилев, да. Ух ты! Артура, увлеченная биография такая, обширная. Молодцы, ребят. Ну, наверное, уже покажем, да? Да. Давайте, вот у нас тут есть шахматная доска, стол, ребят, пройдемте, да, микрофончики не забываем. Пойдемте. Так, у нас ребята подготовили небольшую партию с секретом, да, Роман Владимирович, давайте немножко расскажем. А вот у нас просьба будет вам поучаствовать тоже в нашем... С удовольствием. В нашем упражнении. Ребята, попрошу вас все фигуры снять аккуратненько с доски, а вам выбрать вот одну из угловых клеток для черного короля. Можете поставить по своему усмотрению. Совершенно любую. Любую угловую. Ну, я поставлю вот сюда вот. Так, теперь у нас будет задание вслепую. Задача для Арсения. Арсений, просьба отвернуться от доски. Вот, бог, да. Можешь оставаться на стуле. Нет, просто отвернись. Просто сядь на стул. Вот, можно так. Так, а я буду диктовать позицию, это будет задача. Артур будет расставлять по нотации, Арсений будет решать. Давай. Так, внимание. Белые. Король. H1. Ферзь. Е4. Конь. Д4. Пешка. Пешка. H2. Так, черные. Черные. Конь. Конь Б2. Конь Б2. Ладья А2. Ход белых мат в три хода. Ага. В три хода. Ничего себе. Так. Так. Я угадаю эту мелодию с трех нот. Арсений, ваш ход. А, еще одно дополнение. Еще черная пешка на А4 стоит. Так как у нас импровизационная задача. Ага. И Арсений сейчас должен ход сказать, да? Да. Повторить позицию, Арсений? Нет, не надо. Он весь вариант должен назвать. Громче, чуть-чуть говори, Арсений. Хорошо. Хорошо. Так. Мы тебя ждем. Так. Это вот постоянно вы практикуете такие вслепую, да? Ага. Пока Арсений думает нам, Роман Вадимирович. А, и черный король на А1 стоит. Черный король на А1. Хорошо. Угу. Так, сколько обычно вы минут даете? Так. Так, я повторю все-таки позицию, да, Арсений, потому что у нас импровизация. Белый король А1, ферзь Е4, конь Д4, пешка А2. Черный король А1, ладья А2, конь Б2, пешка А4. А, я решил. Да, говори. Первый ход, конь Д4, идет на С2, дает шах черному королю. Единственный ход у черных, это король Б1. Так. Мы даем открытый шах, конь А3, и бить коня нельзя, из-за того, что ферзь на Е4 объявляет шах черному королю. Двойной шах, да. Единственный ход у черных, это король С1 или король А1. А король А1, белые исходят в ферзь Б1 мат. Правильно. Так как ферзь защищает конь на А3. А если король пойдет на С1, то ферзь С2 мат. Блестящее решение, спасибо, Арсений. Ничего себе, Арсений, ты точно не видел? Абсолютно точно. Так, Роман Владимирович, давайте вместе с Арсением объясним, что только что произошло. Как так быстро? Арсений, в общем-то, все объяснил, он всю позицию представил в уме, всю доску представил в уме, и варианты успел посчитать, действительно, начальная позиция. Почему у нас такая заминка вначале произошла? Потому что мы полностью позицию не продиктовали, да, я забыл как раз черного короля назвать, да, Арсений? Да, поэтому немножко тут у нас. Да, да, вот главное ему было представить позицию, а дальше, это было, наверное, самое сложное все нюансы. Это прям меньше минуты же прошло. Да, и дальше вот он успел все посчитать. Вот шахматы как раз этим и полезны, что учат детей просчитывать свои действия в уме, представлять заранее события, ситуации и свои поступки, действия, уметь анализировать наперед. Это то есть такое логическое мышление, да? Логическое. Даже воображение развивается. И воображение, да. Абстрактное мышление. Ну, как вы в самом начале сказали, два полушария работают. И, по-простому говоря, математический склад ума здесь важен, и абстрактное мышление. Умение представлять воображение. Девочки, да, пришли, а девочки есть у вас в темноте? Девочки тоже есть, девочки ходят. Ну, как правило, их... Давайте уже присядем, да, туда. Пойдемте. Ребят, можете дальше играть. Да, поставьте себе фигурки и можете играть. Ага, давайте про девочек. Девочки ходят, как правило, их в целом в шахматах все равно немного меньше, потому что, ну, девочки любят танцевать, петь и так далее. Тоже для них много других занятий. Тем не менее, тоже, когда приходят, многие увлекаются, большинство увлекается. Занимаются. У нас сейчас вот в шахматной гимназии есть группы, где большинство девочек даже такие есть. А в группе сколько человек? И вот занятия как часто нужно проводить? Там сколько раз в неделю? Для тех, как вот я упомянул, кто пока на первом году обучения, и те, кто... Те дети, кто, может быть, ну, имеет, помимо этого, много кружков, они занимаются по два раза в неделю. Кто более серьезно занимается, они занимаются от трех раз в неделю и больше. А вы как набираете в свою гимназию? Какой-то тест проводите или какой-то отбор? Да, мы проводим первое занятие пробное и смотрим уже на возможности ребенка. Если он уже немного знаком с шахматами, мы определяем его уровень, и, соответственно, этому определяем для него группу и возможности развития. А если вот пришел ребенок, он даже вот с нуля совершенно, не знает фигурок, вы его возьмете? Конечно, да, с нуля мы тоже берем, соответственно, мы для этого и работаем, мы определяем, опять же, по возрасту группы формируются. Группы небольшие, в среднем от 5-6 человек до 10 человек в группе. Здорово. А вы сами с детства увлекаетесь шахматами, да? Да, я сам в 6 лет освоил правила, но играть стал чуть попозже. Тем не менее, сам пришел, это был осознанный выбор, и это, наверное, самое лучшее, когда ребенок сам хочет, когда он любовь к игре может принести через всю жизнь. Мы, в общем-то, к этому тоже и стремимся, привить любовь к шахматам, к такой деятельности интеллектуальной. А что-то вот вы как-то изучали, да, может, историю этой игры как-то? Конечно, конечно. Я с детства вот как научился и увлекся, потом начал играть. Я любил читать шахматные журналы, литературу. У нас еще с советских времен большое наследие шахматной культуры, можно сказать, да, и литературы. Много книг можно изучать, можно увлеченно окунуться. А вот вы на своей практике помните, да, вот еще какими предметами, наверняка математику любили, да, или логику, или... Чем еще шахматисты увлекаются? Вот тоже очень интересный вопрос. Такой вопрос частенько возникает. Какого склада ума привлекают шахматы людей? И выяснилось, что, в общем-то, разного склада ума люди могут полюбить шахматы, потому что здесь есть и элементы расчета очень важные, да, точный расчет. Помимо этого, также нужно воображение, как вы сейчас сами видели, нужно мышление абстрактными категориями. То есть, грубо говоря, могут любить шахматы и те, кто просто любит соревноваться, и те, кто любит считать, те, кто любит, там, больше научный подход, изучение, там, дебютов, например, там. И также могут полюбить шахматы творческие люди, потому что вот комбинации, которые вот могут появляться в шахматах, это очень красиво и привлекает людей. Ну, это вот, до этого могут прийти вот уже дети в более сознательном возрасте, да, а как же малышей увлечь, да, вот, совсем маленьких, да, что им сказать, чтобы, ну, давай пойдем в шахматы, это же так круто, вместо того, чтобы пойти там, побегать, поиграть. Да, в первую очередь шахматы – это игра, поэтому играть дети любят, если преподнести правильно, заинтересовать. Вот что сказать, как? Опять же, если мы говорим о младшем возрасте, можно в форме сказок, в форме упрощенных каких-то примеров жизненных даже, рассказывать про саму игру, про вот эти перипетии, сражения на доске. И в дальнейшем в игровой форме, когда все происходит, дети увлекаются. А как у вас проходят тренировки? Не сидите же вы наверняка по три часа за доской, да, как-то? Да, ну, у нас тренировки, как правило, поделены на две части, это теоретическая часть и практическая, потому что теоретическая часть должна быть, чтобы изучить, чтобы научиться хорошо играть, а практическая, чтобы закрепить навыки. И когда практическая часть, все очень любят, все очень любят играть, конечно, ну и помимо этого на теории тоже у нас очень увлекательных было. Здорово. Спасибо большое, Роман Владимирович, за столь интересный рассказ. Потому что такое нам продемонстрировали ваши ученики. Мы желаем, чтобы больших побед вашим ученикам, чтобы привозили в нашу республику побольше титулов, грамот, кубков. Да это же все-таки здорово. Да, спасибо большое за пожелания и спасибо за приглашение. Всего доброго. А мы продолжаем наш эфир. Учитель – это один из важнейших людей, чье влияние не только неоспоримо на знания школьников, но и на становление их как личности. Сегодня у нас в гостях Артур Моисеев, учитель истории и общества знаний Табагинской средней школы, и обладатель титула «Учитель года Республики 2014 года». Здравствуйте, Артур. Здравствуйте, доброе утро. Рассказывайте, вот как вы выбрали путь учителя? Выбрал… Профессия-то это нелегкая, непростая. Профессия, да, действительно, она непростая, требует очень много усилий, надо иметь большое сердце. Но я думаю, что я в девятом классе уже определился, что буду поступать в исторический факультет. Закончил себе в 15 лет. Да, ну, получается так, и закончил исторический факультет, и всегда мне отец говорил, что вот есть профессия учитель, это благородная профессия. И как-то я тянулся к этой профессии. Сейчас работаю. Отец у вас учитель? Нет, он не учитель. Ага, но тем не менее… Да, тем не менее, он всегда уважал учителей, считал, что вот это вот действительно достойная профессия. Ага, то есть, на мой взгляд, немало смелости нужно, чтобы выбрать эту профессию, столько ответственности. А давно вы работаете учителем? Ну, получается, уже девятый год, да. Как вы выбрали именно историю, общество, знание? Что произошло вот в девятом классе? Нет, но тяга была к истории. Постоянно у нас дома было очень много книг, мы постоянно читали, отец нас всегда привлек, скажем, к чтению. И мне всегда нравилась история, я не с девятого класса, я всегда с детства читал. И поэтому как-то так пошло. Увлекались, да? Да, увлекались, увлекалась историей. Выбор уже был таким очевидным, скажем. А-а-а. А как же в эту историю привлечь уже учеников своих? Как вам это удается? Как мне это удается? Ага. Ну, история, на самом деле, это сам по себе очень интересный предмет. Ага. Там не надо, я думаю, что детей сильно уж прямо привлекать, но есть дети, которые действительно, у них есть интерес, как бы природный, что ли, склад ума какой-то, возможно, гуманитарный. И интересными фактами, событиями, это же про нас, про жизнь людей во времени истории. И, естественно. То есть все-таки интересно, да? Вот я вот по себе сужу, да, если бы не мой учитель истории, я бы, наверное, вряд ли читала эти учебники. Мне казалось, что это всегда так скучно. Поэтому авторитет все-таки учителя, вот как его завоевать? Тем более вы, ну, ваш возраст, это вам в помощь, или как, все-таки в молодом возрасте? Ну, я думаю, что наоборот, для меня мой возраст, хотя я уже, наверное, совсем уж юный. Ну, 9 лет назад, я думаю. Да, ну, я всегда не считал себя каким-то неопытным, или мне всегда казалось, что я, наоборот, ближе к ним по возрасту. И они как-то, ну, сразу всегда у меня получалось наладить с ними контакт. Никогда не возникало таких... Были, конечно, безусловно, какие-то проблемы по дисциплине, но всегда с ними я находил общий язык. Мне кажется, надо как-то с ними ближе к ним разговаривать больше на их языке, возможно. То есть ваш возраст все-таки вам помогает, да вы не сильно отличаетесь? Ну, да, безусловно, практически некоторые ученики, это со мной одного поколения. Вы как друг, да? Да, ну, я не думаю, что учитель должен быть прямо другом-другом, потому что тогда будет сложно научить, ну, наставникам, но в то же время не быть таким. Вы вот сказали, история, это всегда интересно, да? А будь ваша воля, в каком веке, да, в каком времени вы бы хотели побывать, там, в каких событиях поучаствовать? Интересный вопрос. Я тоже постоянно задумался об этом, но как человек, который знает историю, историки согласятся, наверное, наше время, это наиболее, ну, время, когда человек может развить свой потенциал, это время возможностей. И я бы не хотел бы жить в другую эпоху, честно говоря. Потому что, зная историю, да, я знаю, что это были отнюдь нелегкие времена. На каждом этапе историческое развитие. То есть вы знаете все нюансы, да, со всех сторон, поэтому... Ну, не все, но я знаю, что это было не такое радужное время, как мы представляем сейчас. Некоторые периоды истории. То есть интереснее современности, да? Да, безусловно, безопаснее, интереснее и возможностей больше. Вот вы рассказывали то, что вы уроки стараетесь проводить, ну, как-то в творческой атмосфере, да? Это творческая профессия, да? И так как детишки к нам не смогли присоединиться, вы подготовили что-то для меня. Да, вы будете выступить в качестве ученицы. И здесь у меня есть две фотографии. Ну, я... Современные дети, у них не секрет, что у них низкие какие-то определенные проблемы с когнитивным восприятием. Это низкая память, они очень мало времени могут концентрироваться, да? И они очень любят сидеть, например, в социальных сетях. Я часто использую, особенно старших классов, фотографии исторические. Но мне нравится это делать, и поэтому вот первая фотография, посмотрите, пожалуйста, на эту фотографию и скажите мне, пожалуйста, вот как вы думаете, о чем она? О чем она? Ну, просто о чем. Просто первая ассоциация, которая вы рассказываете. Я даже не знаю, как-то неожиданная фотография. Сказать сложно, действительно. А эмоции какие она возникает, вызывает у вас? Недоумение, скорее всего. Недоумение? Такой шок. Шок? У мужчины явно такой немножко приятный, видимо, видимо, как-то. А у женщины такой немножко с опаской. Вы, может быть, объявили о конце войны или что-то такое. Так, вы очень, в принципе, близко, да, и очень хорошо эмоционально выделяете портреты людей. Ну, здесь я использую фотографию, потому что история, она должна быть не только сухой. Возможно, вам она не нравилась, потому что это был просто текст. Но история, она должна быть живой и эмоционально, вызывать какие-то живые человеческие эмоции. И когда вы узнаете, когда дети узнают, о чем эта фотография, их эмоциональное состояние немножко меняется, и идет процесс увлечения историей. И что это за фотография? Значит, эта фотография сделана 15 июня 1940 года. Это немцы ходят в Париж. Значит, вы знаете, наверное, что Германия захватила Францию. Ну, примерно ей понадобилось чуть больше месяца. Вот, посмотрите, этот человек плачет, явно для него трагедия. Женщина, непонятные эмоции, а мужчина на заднем фоне, он, видимо, все-таки приверженец. Он все-таки союзник. Да, союзник, он такой, вот сейчас начнется, да, мое время, какое ощущение. Можно следующую фотографию? Так. Вот фотография, тоже аналогичный вопрос. Я вот специально не смотрела, когда вы сказали, что отправляете. И как-то... Это еще более неожиданная фотография, чем первая. Она приятная или неприятная? Она, скорее, нет. Неприятная. Но здесь фотография тоже очень сильная. Ее можно использовать, например, в девятом классе при изучении Второй мировой войны. Девочка Маугли? Да, фашистские преступления. Здесь эта маленькая девочка Тереска, она выросла в концентрационном лагере. И представьте, она себе рисует, она рисует дом. Вот, по ее представлению, это дом. Фотография сделана в 1948 году в Варшавском интернате для психически больных детей. То есть, какой бардак у нее в голове, такой же бардак у нее на рисунке. На мой взгляд, похожий на колючую проволоку, да? Да. Прямо как-то напрягает сразу вот этот фотографий. Ее взгляд такой напряженный. И когда дети видят такие фотографии, ну, история оживает для них, мне кажется. То есть, надо вот именно через личность, да, какую-то, вот через судьбу этой маленькой девочки, да? Да, возможно, да. Которая сложная судьба. Люди, дети думают, а что? Возникают вопросы, возможно. Ух ты! Так, вот у вас есть титул «Учитель года». Этот титул, он как-то помогает вам в работе? Или, наоборот, препятствует? Да, я сильно не концентрируюсь на этом. Есть, в принципе, хорошо. То есть, особой разницы после этого вы не почувствовали? Как работали, так и продолжаете, да? Да, в принципе, да. Вот в нашем современном времени роль учителя как-то меняется? Роль учителя... Чем раньше? Вот когда, раньше, когда я, например, была школьницей, да, это вот учитель, это был истинно в последней инстанции. А сейчас-то нет, детей-то не обманешь. Ну, по большому счету, на мой взгляд, роль учителя, она никогда не меняется. Это вечная профессия. И, ну, наверное, степень важности, возможно, учителя, она немножко изменилась. Потому что все-таки сейчас учитель – это не единственный источник знаний. Да, информация. Есть интернет, есть бесконечное количество информации, можно самому, в принципе, но направляющая роль, воспитывающая роль учителя, она останется, мне кажется, вечной. Все времена. А если бы вот вернуться на 9 лет назад или вашему вот 15-летнему Артуру, вы бы сказали там, выбери ту же профессию или вы как-то все-таки корректировали? Нет, я бы сказал, я не жалею о том, о своем выборе, я бы сказал, что ты делаешь совершенно верно, поступаешь. Совершенно верно. Здорово, иди вот в том же направлении, да, сказали бы. Сейчас вы работаете в Табыгинской средней школе. Ага. С какими классами работаете? Сколько у вас детей? У нас, получается, я работаю с пятыми по 11 класс, но не учусь седьмые и восьмые классы. У нас очень хороший, такой инициативный, активный директор, Надежда Александровна. Она меня очень поддерживает, вот в том числе я отпустила сегодняшнюю программу. Спасибо, Надежде Александровне. Спасибо вам, Артур, что пришли к нам в студию, за то, что выбрали эту профессию, учите наших детей. Седьмой и восьмой классы такой возраст, когда они такие гибкие, да, и можно в их головы вложить что угодно. Всего вам доброго, творческих вам успехов. Спасибо. А далее короткая реклама. Учитель все-таки это вечная, действительно вечная профессия, которая учит наших детей, воспитывает эти люди. И огромная им благодарность и низкий поклон, конечно. И далее мы хотим уже приступить, перейти от школы, от гимназий к нашим семьям. И давайте начнем с фильмов, которые можно смотреть всей семьей. Список фильмов о семье и для семьи хочется начать с киноленты «Невидимая сторона». Это история, основанная на реальных событиях, которая способна по-настоящему вдохновить. Она о перспективном футболисте Майкле О'Эре, который был в самом начале своего пути всего лишь беспризорным подростком. Его ожидало не самое лучшее будущее, но затем его приютила добропорядочная семья. Именно эта встреча поменяла всю его жизнь и сделала поистине особенным. А эту историю можно пересматривать раз за разом. Потрясающий актерский дуэт Голди Хоун и Курта Рассела в фильме «За бортом» не оставит никого равнодушным. Кино смотрится на одном дыхании. Не удивляйтесь, если будете плакать от смеха. Богатая и вечно недовольная героиня вдруг теряет память и этим решает воспользоваться обычный плотник, у которого далеко не маленькое семейство. На это стоит посмотреть. Ваша жена полностью потеряла память. Но мужа-то она должна узнать. Все фильмы из данного списка есть в свободном доступе в интернете. И кинолента «Марли и я» не исключение. Иногда семья – это не только люди, которые нас окружают, но и любимые домашние животные. Они зачастую становятся частью наших личных историй. Они свидетели не только радостных моментов, но порой именно четырехлапые товарищи оказываются единственной поддержкой в трудные минуты. Собаке один хозяин. Кто у вас в семье пользуется большим авторитетом? Пожалуй, я пока посижу, наверное. Разумно. Одной из самых трогательных кинолент 2018 года бесспорно является «Семья по-быстрому». Отличная комедия с интересным сюжетом, хорошим юмором и актерской игрой. А также важнейшими посылами, которые актуальны в наше время. Что немаловажно. Вы найдете здесь ответы на вопросы. Что значит быть родителем? Что такое семья? А также фильм поможет лучше понять детей и подробнее узнать о многих тонкостях усыновления. И завершаем наш список потрясающим аниме от Хаяо Миядзаки под названием «Унесенные призраками». Эта картина оригинальна, необычна и неповторима. Тихиро вместе с родителями переезжают в новый дом и вдруг по пути оказываются в таинственном месте. Родители превращаются в свиней и маленькая девочка решает их спасти любой ценой от чар колдуньи Юбабы. Это приключение изменит ее навсегда. Что не сделаешь ради родителей. Приятного вам просмотра и отличных выходных. Вы смотрите «Город женщин». Сегодня я вспомнила, что в детстве, да и во взрослой жизни для меня всегда самым авторитетным человеком была моя бабушка любимая. И если бабушка сказала, значит так оно и есть. И сегодня к нам пришла большой друг нашей компании, нашей передачи, бабушка большой семьи, огородница, садовод. Варвара Ивановна Григорьева, бабушка Балбара с внуком Романом, студентом Института естественных наук, эколог, природа, пользователь. Здравствуйте, дорогие гости. Мы очень рады вас видеть. Как всегда, что-то зеленое красивое у нас. Прежде всего я хочу сказать, что для студии, чтобы постоянно что-то было зелененькое, мы постараемся приносить каждый раз вот эти цветочки. Ух ты! Сажайте, чтобы все было тут в зелени. Это очень приятно и одновременно полезно. Спасибо большое. Это как называется? Седанпус. Седанпус. Да. А как ухаживать? Особо никак. Просто поливать изредка. И не забывать поливать. Он очень любит, когда поливать, брызгать. Ну ладно, хорошо. Так, Варвара Ивановна, вот вы медик по профессии, но тем не менее, всю жизнь вы увлекаетесь садом, огородом. Вот мы бывали на вашей даче, это прям красота, цветущая летом. Как вы находите время? Это же у вас не на пенсии началось? Нет, не на пенсии, это еще самого-самого маленького возраста. Я уже говорила неоднократно, что я сама с Украины. Мама у меня очень увлекалась этими всем цветами, всеми растениями. И каждый раз, каждое утро она говорила, посмотри, полюбуйся, какая красота. Просто вот этим всем я дышала с детства. Поэтому, естественно, видимо, вот если говорить о том, что что-то навязывать детям, оказывается, ничего не надо навязывать. Просто можно вот ходить, наблюдать, смотреть и своим примером вот именно показывать, насколько это вот все приятно, красиво. И поэтому я вот считаю, что Роман мой, не только Роман, а все внуки, и Арсений, и Сашенька, и Машенька, они настолько вот это все впитывают. Знаете, дети, как губка. Вот им не надо говорить. Вы налили в губку воды, воду и получите. Они просто за всем этим наблюдают. Нальете что-то другое, получите другое. Не надо вот ходить, говорить ему бесконечно, ты это, это сделай. Приятно, когда... Просто сами делаете. Да, мы делаем, мы не успеваем зайти с мужем еще на дачу, они уже все поливалочки, вот от такой и до большой, хватаете все. Роман командует сейчас у меня все. Вы старший внук, да? Да, он самый старший внук. Рассказывайте, вот мы знаем, что у вас с детства, с избальства была своя грядка даже. Да, была эксперимент, ну, это, можно сказать, детские эксперименты. А водители, да и я думал о том, чтобы поступить на инженера, но где-то в сознательном возрасте, лет 14-16, я уже начал вот конкретно этим вникать, заниматься и понимал то, что без моей помощи будет тяжко на даче. А потом как-то само все пришло, и я поступил на эколога. То есть сначала была ответственность, да? Да, ответственность. А потом уже любовь произошла. Да, именно так. Здорово. Расскажите про свои квадратные помидоры. Нет, не помидоры, арбузы. А, ну, это в детстве было. Углядел где-то, что можно в банку положить, маленький арбуз, и он будет принимать форму именно этой банки. Ну, это в детстве, чего уж там. Каждый ребенок, да, это обычное дело, квадратные арбузы. А сейчас он уже увлекается у меня яблонями. Да, сейчас уже по-научному. По-научному, да? Да, научный подход. Вы любите экспериментировать, мы знаем, да? Какие-то новые сорта растений привозите. Ну, уже, который, пятый год или четвертый уже, каждый год вот заказываю на многие тысячи. Не жалею стипендию, чтобы яблони, малины, ну, больше ягодные. Что новое у нас в нашем суровом климате у вас смогло прививать? Да, я буду прививать и на военные яблони, ну, большие, на наши маленькие яблони, ягодные, чтобы, ну, они выжили, смогли выжить. Хорошо. Барвара Ивановна, мы знаем, что у вас уже давно началась посадка. Да, я всех огородников хочу, прежде всего, поздравить со всеми праздниками. Но для нас самый большой праздник – это начало дачного сезона. Естественно, кто-то уже начинает с ноября, но самые основные посадки у нас начинаются, конечно, в январе. Да, да. Сейчас все сажают в основном земляничку, многолетники обязательно, кто сажает лук, пари, уже надо как бы эти все заготовки сделать. Пересмотреть все свои запасы и новые поприобрести. Давайте начнем, что это у нас. И вот сейчас я хочу показать, на самые любимые, конечно, все уже знают мои огородники, это цветок дельфиниум, который многолетний, много лет... Это, которая вот яркая стрела, да, такая? Яркая стрела, вот, наверное, на фотографии где-то есть. Очень красивый цветок. Он сажается так же, как и земляничка, собственно. Но я хочу быстро рассказать, что вот, смотрите, просто очень, многие говорят, не прорастает. Он прекрасно прорастает. Пять-шесть слоев положили салфеточки или туалетной бумаги и рассыпали... Так, немножко так развернем, покажем. Да, и рассыпали семена. Они вот везде были, семена. Вот видите, обращает внимание, обратите внимание. Смотрите, они прорастают постепенно, поэтому те, которые вот прорастают, я все собираю в один куч и уже посадила, вот, присыпала земелькой, они уже вон все-все выходят. Вот новая партия, которой нужно присыпать землей, а это те, которые еще не взошли. Это дельфиниумы. Это дельфиниумы новозеландские, необыкновенные красоты цветы. Вот они уже дальше, более уже присыпаны землей, и уже вот это подлежит, естественно, пикировке. И вот мы тут их уже распикировали. Пикировка – это разделение, да? Это разделение, чтобы было больше питания для растений, и чтобы они уже, в общем-то, развивались. Самое главное для землянички дельфиниума – это не заглубить точку роста, вот чтобы отсюда вот обязательно шло. Если заглубить, значит, ой, господи, цветочек поднимет. Сейчас еще черенкование нужно делать, фуксии, пеларгонии, очень много всех этих растений. Вот сейчас вот Роман как раз помогает, за всеми этими смотрит. У вас, я знаю, что и зимой дома есть целая вот комната, да? Да, да. И что у вас там сейчас? Я пожертвовал частью своей комнаты ради того, чтобы сделать оранжерею. Ну, это мы там занимаемся этим всеми. Там, в садах, все, ну и… Что у вас там растет? Сейчас хвойники вот там. Так, там хвойники, да, можжевельники. Есть этот… Ну, он гордится своим большим, скажи, Делониксом. Делоникс, да, он уже в потолок уперся. Это дерево. Я не знаю, если честно, что с ним делать, но он уже огромный. Он в Южной Америке растет. Может быть, сюда его. Надеюсь, он зацветет. Сейчас небольшая реклама, после которой мы… Нет, скоро будет реклама. Так, продолжаем про дерево. Вот дерево есть, есть маракуя. Ну, не знаю, будет свисти, нет. Ну, много чего. Сейчас так и не припомнить, конечно, да. Ух ты! Нет, он все время говорит, Мария, для того, чтобы людям объяснять и говорить, что здесь растет, что здесь выживает, обязательно нужно самому попробовать. Вот в этот год оставили гортензии, оставили флоксы, потому что погода меняется, климат меняется, и, естественно, в общем-то, надо все проверять. Уже очень многие растения у нас зимуют. Очень многие. Те, которые ранее не зимовали. Да, это правильно. То есть вы годами их как-то приспосабливаете, да? Пытаемся, да. Пытаемся. А есть такие, ну, неудачный эксперимент, бывают? Да, конечно. Бывает, бывает, погибает. Но мы всегда делаем запас. Допустим, если мы заносим одну розу домой, сохранить в гараж, то вторую розу обязательно мы оставим, закроем и будем смотреть и наблюдать. А, и сравниваем, да? В гараже, в тепле, как она. Да, и сравниваем, и, в общем-то, да, чтобы, что выживет и как выживет, как оно, как за ним ухаживать. У нас очень много возникает споров с ногами, но мы всегда компромиссы приходили. Прямо почти каждый день. По поводу растений, да? Да, по поводу растений, да, ну, у нас всегда такие добрые споры, интересные очень. Интересно, наверное, да, вот недавно совершенно был маленький, сейчас уже взрослый, уже спорит наравне, да? Мне очень нравится, очень, что он привлекает все. Варвара, вот сейчас действительно реклама. Очень нравится. После которой продолжим обязательно. Не переключайтесь. Вы смотрите «Город женщин». Мы продолжаем. Сегодня у нас замечательная семья Григорьевых, бабушка Варвара Ивановна и Роман. Экологи, садоводы, огородники, которые не только у себя на даче и в квартире сажают, но и приучают к этому любителей, огородников. Да, стараемся. В общем-то, я очень много провожу семинаров. Очень хочу, чтобы город был красивый. И не просто вот рассказываю, а всегда всем говорю, отдавайте всю душу, озеленяйте город. Самим будет приятно на него смотреть. В этом деле мне очень помогает и Роман, и вся семья. Они все у меня единомышленники. Я знаю, дедушка в первых рядах, да? И маленькие, я говорю, и Арсений, и все дети. Поэтому все помогают. И дочь. У дочери уже свой сад огромный. И еще я хочу сказать садоводам-огородникам, что сажайте все. Удачи вам везде. И кого, если что-то интересует, всегда обращайтесь, всегда с удовольствием помогу. И если удастся мне, то я постараюсь вам создать какую-то брошюрку, попытаюсь, чтобы она вам в ваших делах всегда помогала. Ух ты, ничего себе. Очень надеюсь на это, да. И хочу сказать, что в нашей семье кредо не живите уныло и не жалите, что было. Не гадайте, что будет. Оцените, что есть. Здорово. Роман, продолжайте. Пожелания. Они стихотворятся, к сожалению. Вот мы знаем, что ваша сестра, ну, и ваша внучка Саша тоже собирается поступать на биолога. Да, океанолог даже во Владивосток. А, и биолога. Ну, в общем, сначала биолог, да, потом океанолог. Вот какая преемственность у вас в поколении. Бабушка привила любовь к земле, к растениям. Они молодцы, да. Я пока внуками горжусь. И хочу, чтобы он, в общем-то, как бы поднимал город, раз он такой патриот. Все время говорит, я патриот республики. Пусть выращивает и помогает людям. Самое главное помогать людям, чтобы действительно... Я тоже, кстати, учусь, я очень многого не знаю, очень много читаю, очень много, вот я говорю, беседуем с Романом, он тоже очень много беседует, читает. Для того, чтобы знать, надо все время познавать. Здорово. Роман, пожелания от вас, нашим телезрителям, садоводам, будущим экологам. Пытайтесь, делайте, не останавливайтесь на достигнутом. И самое главное, никогда не мусорить, а только все делать для того, чтобы процветало. Да, согласен. Чтобы только улыбаться. Потрясающе. Спасибо большое, Варвара Ивановна, Роман, за такой пример. Все восхищаются, я думаю, все наши телезрители восхищаются за то, что вот воспитать таких внуков, это большое дело. Вот ваш сад, ваш огород, мы знаем, что к вам на дачу приезжают фотографироваться, потому что там такая красота, которая сделана вот руками вашего супруга, да? Да. И прутами, за то, что украшаете даже нашу студию. Всего вам доброго. А мы продолжаем, дорогие телезрители, нашу передачу. И наша коллега Маргарита Макарова подготовила сюжет о самых интересных инстановостях. Первой новостью в мире якутского инстаграма сейчас является конкурс красоты и таланта «Мисс Якутия». 27 участниц будут бороться за титул самой красивой девушки нашей республики. Организаторы обещают умопомрачительное шоу. Участницы сейчас с волнением делятся на своих страницах с подписчиками, переживаниями и ожиданиями. Также сюрпризом для якутян будет известный российский исполнитель Валерий Меладзе, который порадует зрителей своими хитами и совместным выступлением с конкурсантками. Много лайков и просмотров собрал пост Полины Протодьяконовой. Возлюбленный известной якутской модели сделал ей предложение в Кении очень необычным способом. Как признается сама Полина, она не ожидала ничего подобного. И теперь путешествие в Африку запомнится ей на всю жизнь таким вот трогательным моментом. Что касается предложения руки и сердца, то инстаграм просто покорила видео режиссера и клипмейкера Ли Лотчлера из Бостона, который отредактировал любимый мультфильм своей подруги Стхути Дэвид «Спящая красавица» студии Дисней. Чтобы сделать ей предложение, он перерисовал героев под себя и свою возлюбленную. Ему потребовалось на это целых полгода. В зрительном зале в момент предложения оказались все родственники и друзья. Трогательное видео разлетелось по всем пабликам и набрало огромное количество просмотров и лайков. А тем временем в Мексике на одной из улиц появился... ...на котором изображена самая известная Никитова. Автором граффити является художник Драка Родригес. Как оказалось, оно нарисовано еще в 2017 году, но только сейчас якутским пользователям о нем стало известно. Автор выложил его на своей страничке в социальных сетях. Напомним, что Карина потрясла в свое время весь мир. Ей удалось выжить, несмотря на то, что она 11 суток совсем одна провела в тайге. Чудесное спасение по-настоящему вдохновило художника. Якутский Инстаграм покорила своей работой фотограф-любитель из Татинского улуса Галина Давыдова. Она опубликовала на своей страничке необычные фотографии застывшей на морозе одежды. Галине отлично удалось показать якутские морозы во всей красе. Она считает, что важно находить что-то необычное в самых простых вещах. Вдохновляйтесь и делитесь прекрасными моментами, а мы о них обязательно расскажем. Здорово, да? Какие интересные новости, оказывается, у нас происходят. А вы заметили, дорогие телезрители, что у нас сегодня в студии как никогда много мужчин? Заметили? Их тоже мы, кстати, искали через Инстаграм. И когда мы увидели вместе с редактором страницу нашего следующего гостя, мы в унисон воскликнули. Надо его позвать. Это такое потрясающее тепло, такая энергетика веяла от его страницы, от его фотографий. И мы, конечно же, тут же написали, и Александр нам тут же ответил, что приедет к нам. Это счастливый отец молодой Александр Потапов вместе с сыном Айхалом. Здравствуйте, Александр. Рассказывайте о своей семье. Сколько у вас детей? У нас двое детей. Они по годке. Старший сын. Айхал – это старший? Да, старший. Айхал – это старший, а младшая дочь у нас. Сколько ей? Ей 8 месяцев. Айхалу сколько? Айхалу год и 10 месяцев. Год и 10 уже старший брат? Да. В феврале будет 2 года. Здорово. А вы как часто проводите вместе с семьей в ритме современной жизни, когда мужчина в основном добытчик? Как часто вам удается побыть в семье с детьми? Как в свободное время появляется, сразу в свободное время проводим с детьми, играем в развивающие игры. Как вы любите вместе проводить время? Стараетесь? Танцуем, играем в активные игры и рисуем. Он любит повторять все движения, которые я ему показываю. Ух ты. Сразу охватывает. Ага. То есть вы просто включаете музыку и начинаете двигаться, да? И он повторяет. Да. Ух ты, здорово, надо было подготовить. Ну ничего. А вот развивающие игрушки, с какого возраста вы начали ему давать? Вот я смотрю, вот по этим фигуркам он уже находит. Да. Айхал, покажи, пожалуйста, нам. Где-то примерно с года уже начали играть в развивающие игры. То есть вот на данный момент у него доска и там транспорты разные, автобусы, машины, самолеты. И как бы по местам их слаживает. А скажите, вот вы в очень молодом возрасте же стали отцом, да? Как у вас поменялось после этого мировоззрения, может, цели, задачи, взгляда на жизнь? Ну, дети стали для меня главной частью для жизни. Появилось много ответственности. А вы сами из многодетной семьи или сколько у вас братьев, сестры? Я в семье старшей. У меня есть младшая сестра. Она еще учится в школе. То есть ответственность у вас с детства? Ну, как бы так сказать. Вы пример были для сестренки всегда, да? Вы на кого учитесь по специальности, кто? Я в прошлом году закончил техникум транспортной в Нижнем Бестяхе. Вы дорожник? Да, железнодорожник. Ничего себе, хорошая профессия. А супруга? Супруга тоже там учится. Она студентка? Да. Сейчас в декретном отпуске в академию. Ну, малышка у вас совсем маленькая. Восемь месяцев же, да? А сколько вот, если посчитать там в неделю, сколько часов вам удается вместе проводить с детьми? Часов точно не могу сказать. Каждый вечер в свободное время проводим с ними. А вы стараетесь какой-то там методике придерживаться воспитания или по наитию по сердцу интуитивно у вас получается? Ну, основной методики не придерживаемся. Ну, как бы со всей методики по чуть-чуть. То, что считаем важным и правильным. То есть вы литературу все-таки изучаете, да? Но для себя там выуживать что-то самое основное, подходящее вам, да? А какими людьми бы вы хотели видеть своих детей? Какими людьми вы бы хотели их вырастить? Ну, во-первых... Рано, конечно, наверняка говорить, но все-таки... Чтобы были добрыми, честными людьми. Вот мы сегодня увидели и шахматистов, да? Тут у нас частенько приходят и там юные спортсмены, олимпиадники. В какую секцию вы хотели бы отдать? Спортивного хотел отдать. Спорт хотели бы обязательно отдать, да? Да. А вот я смотрю по книжкам Айхала, что у него уже есть книжки даже на английском языке. Да. Ага. Вы уже с ним на английском общаетесь? Ну, не как бы общаемся, а слова учим. Обычные слова. Машина, там по-английски как будет. Кар. И, ну, повторяет, как my name is Айхал, да? Ага, то есть он это повторяет? И понимает, да? Такие простые фразы, слова он уже. То есть уже три языка. Да. Ну, как бы так. Здорово. Спасибо большое, Александр. Тебе Айхал, ты молодец большой. Вырасти хорошим, добрым, самым лучшим человеком. Александр, всего вам доброго. Спасибо. Спасибо, что пришли к нам в студию. Дорогие телезрители, обязательно смотрите «Город женщин». И мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.